Сотрудники полиции установили личность человека, который вечером четверга взорвал гранату на торговой базе по улице Зеленой. Преступник, который ворвался в торговый зал компании, занимающийся поставками стройматериалов, был в маске и напал на женщину-менеджера. На помощь ей пришли коллеги. Мужчина отобрали у визитера монтировку. В ответ он достал гранату и взорвал ее внутри магазина. При этом преступник погиб. В больницу попали три человека. 46-летняя менеджер и спасавшие ее коллеги. Это двое мужчин. У всех осколочные ранения. Расследованием резонансного преступления занялся Краевой следственный комитет. По данному факту, следственным органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Личность нападавшего быстро установлена благодаря тому, что его отпечатки пальцев были в криминальной полицейской картотеке. Труп дактилоскопировали. Папиллярный узор совпал с данными жителя индустриального района 1975 года рождения. Он был судим. О результатах обыска по месту его проживания следователи ничего не говорят и ход расследования не комментируют. На следующий день после ЧП состояние госпитализированных разнилось. Хабаровчанина, который пострадал меньше остальных и получил осколочное ранение руки, отпустили домой. Поступило двое пострадавших. Одна из пострадавших была оставлена, госпитализирована с черепно-мозговой травмой и многочисленными осколочными ранениями. А второй пострадавший был отпущен на облаторное долечивание. Сейчас пострадавший находится в нашей больнице. Сейчас состояние оценивается как средней тяжести. Еще один пострадавший 42-летний хабаровчанин, который фактически прикрыл собой женщину, попал в реанимацию. Он находится в другом стационаре в связи с повреждением легких. У него осколочное ранение груди и открытый перелом руки. С места происшествия Виталина Кондрахина Юлия Зима и Павел Рогатин.